Добрый вечер, с вами Сергей Королев. Сегодня мы с вами будем изучать наш замечательный продукт Кликмастер. Все мы ждем новостей, я вижу по чату. И тоже с удовольствием послушаю завтра новости от Елены Рюбки. А сегодня мы будем говорить о том продукте, который у нас работает и работает очень успешно. Этот продукт называется Кликмастер. В нашей команде Libertage. Для того, чтобы зарегистрироваться в Libertage, надо зайти на сайт www.pegmaster.com и нажать на регистрацию, табличку Sign Up. После этого надо очень внимательно, спокойно вынести все свои данные. Имя и фамилию на латинице, затем, естественно, никнейм. Точно такой же, как у вас в Libertage. Дату рождения в том же самом формате. Вам это знакомо, когда мы регистрировались в Libertage или когда вы регистрировали партнеров. Серия номер паспорта. Точно так же, если с пробелами будут, то с пробелами. Если без пробелов, то без пробелов. Также имейл указать, который у вас там в Libertage. И ввести пароль. Я вот ввожу то же самое, что в Libertage, чтобы не запутаться. Дальше указать адрес, так же, как везде. Точно так же надо ввести почтовый индекс и два раза телефон. И потом ставить галочку и нажать на регистрацию. И регистрация, поверьте, пройдет. После этого вам сообщают о том, что аккаунт успешно создан. И вы можете войти в кабинет. Вы видите те самые данные, которые вы только что ввели. И вы попадете на вот такую страницу. На этой странице вы видите, что у вас и фонды, и кредиты по нулям. Что такое кредиты? Это те самые деньги, которым мы оплачиваем раскрутку сайтов. Сначала надо пополнить фонды. Для этого пополняем фонд. То есть общий счет такой. Нажимаем на эту кнопочку «Adfans» и попадаем на такую страницу. Вы здесь можете написать почтовый адрес, имейл. Как свой, так и любого партнера. Или из тех... Хребет даже. Надо же. Давайте я чуть тише буду говорить. Можно внести не только свои данные, но можно внести и данные любого вашего партнера. Главное, чтобы там был имейл, пароль и пин. Знаете, это наш платежный пароль, такой пин-код. И также сумма пополнения. Рекомендую сумму делать кратную 50, потому что все расходки сайтов происходят кратно этой цифре, за исключением самого маленького пакета, но он практически не используется. Затем нажимаете на эту клавишу в конце, и тогда будет происходить пополнение фондов. Подтверждаете операцию. В этот момент, как только вы это сделали, у вас в вашем бэк-офисе происходят следующие вещи. Вот, например, вы снимали оттуда 50 долларов для того, чтобы раскручивать сайт. У вас, соответственно, уйдет 50 долларов. Если вы, например, на визионарии, то тут же вы получаете бонус. 12.50. 25%. Если вы, например, на платине, то когда вы сняли, например, 100 долларов, вы получите 20 долларов такой бонус. Все в соответствии с нашим маркетингом. Итак, фонды у вас появились. Теперь нам нужно заполнить конкретные кредиты для того, чтобы раскручивать конкретные сайты. Для этого надо нажать следующую кнопочку «Add Credits», и вы будете это делать. Значит, кредиты добавляются из фонда вот таким бегунком. Вот он здесь вот такой. И вот он будет двигаться здесь вот на любом месте. На самом деле можно, конечно, вот у меня был случай, я перевел где-то там 1000 долларов, а мне нужно было только 900, потому что 100 уже было. Я остановил ее на точке 900. Таким образом вы устанавливаете, сколько вы денег перечисляете себе на кредиты. Она подтверждает, что эта процедура выполнена успешно. И вот вы видите, что кредиты у вас пополнены. Теперь нужно, собственно, сделать самую главную процедуру, поддобавить сайт на просмотр. Вот сюда нажимаете и попадаете на следующую страницу. Прежде чем мы ее посмотрим, я просто хотел рассказать, сколько и за что надо платить. Это вот количество кредитов, то есть это те самые доллары, которые мы списываем с нашего бэк-офиса. Причем сначала списывается с available, затем с обычного, затем с копсива. То есть не забудьте, что списывается будет именно сначала с available. Значит, вот цены, которые есть за 50 кредитов, это за 50 долларов, это 5000 просмотров, за 100, 10 500, за 222,5, за 400 долларов, 50 тысяч просмотров, за 1000, вот 150 тысяч просмотров. Я сейчас уже даже вам покажу, как я это делал именно на 1000 долларов. Здесь вы должны будете ввести адрес сайта, то есть тот сайт, который вы находите, вы просто копируете ссылку и вставляете сюда. Обратите внимание, что обычно, как только вы сюда поставите, то здесь появляется лишняя HTTP, поэтому лишнюю два раза HTTP не надо, поэтому одну надо стереть. Надо написать название сайта, для того, чтобы вы сами не запутали, что вы поставили. И можно еще и какое-то описание, если у вас похожие сайты, чтобы вы сами потом не запутали, что надо сделать. Затем нужно выбрать пакет, на который вы, собственно говоря, пополняете. Вот сейчас, если у вас там стоит, например, на 100, то есть на 10 500 просмотров, то здесь вы должны выбрать тот самый план, который мы только что с вами смотрели на предыдущей картинке. Выбираем страну, в которой будут просмотры. Вот поскольку я уже такой опытный пользователь фейкмастера, сразу хочу сказать, все-таки, когда мы первый раз выбираем, то мы выбираем в какой-то мере по наитию. То есть мы думаем, что надо, чтобы эта страна посмотрела, эта страна посмотрела. Но обязательно следите буквально каждый день, как идут просмотры. Потому что иногда бывает так, что какая-то страна явно выпячивается, а она, вообще говоря, вас не очень интересует. Я помню, поставил русскоязычный сайт на просмотре, у меня вылезла Литва, которая опередила всех. И Россию, и Казахстан, и Белоруссию, и Украину, и Армению, и Грузию, всех. И я вынужден был даже снять Литву с того, чтобы раскручивалось, потому что такое впечатление, что там работал какой-то автомат. У меня такое было впечатление, я не могу 100% это сказать, но он буквально в 10 раз опережался от остальных. Их так не должно быть. Ну и когда вы все это сделали, то вы нажимаете на эту клавишу о том, что вы запускаете на просмотр этот сайт. Это произойдет не сразу. Это вот как все это заполняется. Здесь будет, когда вы будете это все выбирать, еще можно выбрать разное количество дней, сколько просматриваете. Это может быть 7, 15, 30. Поверьте, это тоже достаточно важно, потому что иногда бывает так, что очень быстро просматриваются, и наоборот не успевают. Сейчас русскоязычная аудитория смотрит сайты довольно плохо, поэтому иногда 7 дней, например, не хватает, если вы ставите большое количество просмотров. Поэтому надо, может быть, иногда изменить эту ситуацию и поставить ее на 15 дней. Это возможно сделать. Я сейчас вам покажу, как это делается. Очень легко в ходе даже просмотров изменяясь некоторые данные. Прежде всего касается этим, на сколько дней смотришь и какие страны просматриваешь. Это можно делать, что называется, по ходу пьесы. Как только вы это все нажали, то появляется такой вот слайд, в котором, ну, то есть такая картинка, на которой указано, что ваш сайт сначала стоит waiting, то есть ожидается анализа. То есть он какое-то время, несколько часов стоит, не запускается на просмотр, а позже это уже, допустим, на просмотр. Ну, это вот один из, вот так вот мы запускаем один из сайтов. Ну, вот вы видите, что вот здесь у меня выпустилась как раз эта вот Армения, и она у меня тут оказалась, на втором месте у меня была Латвия. Вот, заметьте, Россия даже меньше оказалась, чем вот эти две страны. Вопросы о том, как мы сейчас смотрим сайты. Это было совсем недавно. Вот как раз та самая Литва, которую мне выпустилась даже по сравнению с Россией, вот эти 1391. Я вынужден был скорректировать. Сейчас я вам дальше покажу, в каком месте это делается. Ну, вот смотрите, вот здесь, когда у вас идет просмотр, в данном случае, когда у вас написано Approved, значит, что сейчас все идет, и сейчас идет просмотр. Вот вы нажимаете, вот здесь есть такая клавиша Select, и там появится слово Edit. И вот на этот Edit нажимаете, и там появляется картинка, где вы можете изменить свои данные. Имеется в виду, сколько просматриваете вы, и какие страны вы выбираете. Для того, чтобы проверить себя, какие страны вы выбрали, нажимаете вот на эту клавишу View List, то есть просмотреть список. И там вы увидите все страны, которые у вас выбраны. Но в данном случае вот у меня сейчас стоит на просмотре сайт за 1000 долларов 150 тысяч кликов. Это самый крупный у нас пакет, который вот я сейчас тоже использую. Надо сказать, что работает достаточно эффективно. У меня сейчас на один из проектов люди идут, и в том числе, вот, например, из Индии достаточно активно. Так что надо сказать, что вещь довольно эффективная. Ну, это вот как раз сайт, который тоже вы можете там же посмотреть. Вот видите, у меня уже 12 тысяч человек вот из Индии посмотрело. Это вот англоязычный сайт. А из Китая там гораздо меньше. Вот каждый день, в зависимости от того, сколько в этот день посмотрело, вот появляется такая статистика. Все время вот видно, сколько людей посмотрело этот сайт каждый день. То есть это вот видно в том же самом окошечке, которое было вот на предыдущей. То есть вот если вот эту картинку посмотреть, то есть если вы ее вот здесь вниз сдвинете, то будет вот как раз такая картинка. Так что знайте, что у вас свето есть. Собственно говоря, я вот так вот за 13 минут все рассказал. Можете задавать вопросы. Хотя мне кажется, что это один из самых удобных, самых легких и самых эффективных наших продуктов в Libertage. Пожалуйста, пользуйтесь. Это действительно интересно. Как для себя, так и для людей, которые хотят, чтобы их сайты просматривались. И тогда вы просто здесь в лоб зарабатываете деньги. В случае вот я показывал, как я свои сайты раскручиваю. Хотя я начинал я как раз с того, что я зарабатывал на этом деньги. Я просто находил людей, которым это интересно, которым это нужно. Например, в вашем городе там много-много такси. И какое-то такси выше, какое-то ниже по рейтингу. Вы приходите в то такси, где оно ниже. И говорите, вы хотите быть в, ну там, я не знаю, условно говоря, Кострома. Набирает человек такси Кострома. И оказывается, что его такси оказывается на первом месте в поиске. Понятно, что человек в первую очередь туда идет. Тем самым людям повышается их, так сказать, добавление клиентуры увеличивается. Так, Людмила, если не услышала, я сказал, что в первую очередь это списывается... Людмила из Луганска задает вопрос, с какого баланса списываются средства. Сначала они списываются с ВВБ, затем с обычного баланса, а затем уже с Коптима. В таком порядке они списываются. Рекламный кликмастер. Как я могу посмотреть, как она выглядит на сайте? Ну вот, давайте я вам покажу сейчас никаких проблем. Вот, смотрите. Вот, если вы нажмете вот здесь вот на эту кнопочку, вот сюда, прямо сюда, то вы увидите вот прямо вот эту картинку. Точно так же она будет выглядеть у вас, когда вы будете просматривать. Так что никаких проблем. Все это возможно. Спасибо. Если вопросов больше нет, то прошу вас, пользуйтесь кликмастером. Это хорошая возможность раскручивать ваши сайты и хорошая возможность для того, чтобы это делать. К сожалению, на определенный город ставить рекламу нельзя. Но, поверьте, здесь вообще цель этой рекламы не стоит в том, чтобы те люди, которые просматривают в Либертадже, они как раз и стали клиентами. Такие могут быть, но это скорее исключение. Вот я могу сказать, что там из 50 тысяч просмотров, например, там 4 человека реально могут зайти на 5 человек, которые могут зайти и там воспользоваться этой услугой. Значит, ссылку на кликмастер, вот невнимательно слушайте, смотрим, она была в самом начале. Значит, поэтому не надо даже ставить на определенный город. Такой возможности реально нет. Но зато, если вы нагоните, что называется, трафик на этот сайт, то люди в вашем определенном городе, набрав, например, такси, вы из-за того, что там большой трафик, он окажется в Яндексе или в Гугле на первом месте. В этом смысл основной вот таких просмотров. Ссылка на кликмастер, это, сейчас я быстро-быстро все это сделаю. Еще раз, самое начало прокатываю, пока буду рассказывать дальше. Еще раз картинку, Татьяна, извините. Ну, на самом деле, Татьяна права, что на самом деле прежде всего трафик. Но поверьте, это не всего-навсего трафик. Трафик, это на самом деле очень важная вещь. Именно благодаря трафику мы с вами вообще пользуемся именно Яндексом, а не чем-то другим. Хотя, или там пользуемся Фейсбуком, а не Янтендином, а еще какими-то социальными сетями. Именно потому, что этим пользуется вот как раз эта ссылка, о которой я говорю. Если вы просто не знаете, как пишется слово, клик. Кликмастер. Вот в комп, вот туда заходите и вот здесь регистрируйтесь. Там все, что называется, по наитию. Я сейчас... Будет запись того, что мы сегодня делали. Так что вы можете все это увидеть. Значит, поэтому я могу так сказать, что многие люди, которые, например, занимаются обувью. Для них очень важно, чтобы их сайт, их магазин оказался впереди всех. Или там для покупки каких-то, ну, например, компьютеров. Это очень важная вещь, поэтому трафик это сегодня, это все. Это самое главное. Хотя, безусловно, вот я вижу по тому, как у меня на кликмастере, когда крутятся сайты, то совершенно определенные люди, которым это интересно, они заходят. Заходят, причем не там, просто там подписываются в какой-то проект. Если у нас есть разные рекламы или только одну. Нет, конечно, в данном случае это имеется в виду только одну. Но вы можете сделать на одну, ну, одну, например, за 400 долларов, на 50 тысяч, другую сделать там на другую сумму. То есть, пожалуйста, если вы хотите меньше, то, пожалуйста, сделайте несколько. Это я вам как раз тоже показывал и рассказывал. Вот еще раз возвращаюсь. Социальность сегодня подольше, чтобы все-все-все-все усвоили. Вот здесь вот есть вот такая штука, когда вы набираете уже... Вот здесь он, по-моему, у нас, да? Вот тут. Вот. То есть, не обязательно... То есть, я действительно на один сайт. А если вы хотите несколько, то, пожалуйста, вот там на 400, вы себе на 50 тысяч, на какой-то другой, на 200 до 22,5 тысячи просмотров. Здесь все это можно регулировать. Причем это делать одновременно. Это не то, что вы должны сначала один смотреть, потом другой. У меня сейчас там одновременно несколько сайтов раскручиваются. Никаких проблем. Это все можно реально делать хоть сотни. Пожалуйста. Пожалуйста, еще вопросы. Если вопросов больше нет, то спасибо вам огромное. До следующей встречи. Конечно, ждем хороших новостей. Я уверен, что они будут. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok